Библейский портал Экзегет Поэтому сосредоточимся и посмотрим, поймем, что ценность имеет каждое Слово Божие. И сегодня мне бы хотелось с вами разобрать, поразмыслить и вынести какую-то духовную пользу из одного единственного стиха Евангелия от Матфея, а именно из 12 главы, 22 стих. Прочтем его. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть». Как всегда, нужно посмотреть контекст. Тут, в отличие от стихов из отдельных притч или из отдельных каких-то осмысленных, больших, которые легко как-то взять целиком, как-то осознавать события, диалогов Христа, его чудес, здесь некоторое идет перечисление. К Господу просто приходят люди, он исцеляет, совершает различные чудеса, и потом мы видим некоторую реакцию. «Ой, это вот сын Давидов, это, наверное, Христос». То есть помогает вере людей. Для нас здесь, тем не менее, интереснее некоторые такие более частные обстоятельства. Господь изгонял бесов? Изгонял. Господь описаны разные ситуации, разные описаны. В Евангелии от Марка, например, одно из, можно сказать, первое чудо Спасителя, это как раз то, что он в синагоге изгоняет бес из человека. Причем даже никто его об этом не просил, просто сам бес начинает в присутствии Христа человека мучить и потом изгоняется. Мы помним, как апостолы, у которых была власть изгонять силу бесовскую, не смогли справиться с бесом, который был в мальчике. И отец приходит и говорит, ну, твои апостолы не смогли, может, ты сможешь, учитель. И Господь изгоняет и потом учит. Вот род сей бесовский изгоняется постом и молитв. Здесь более короткая история. Тут нет никакого, можно сказать, такого контекста, который нужно внимательно изучать. Что подвело к этому пребыванию бесовскому? Что как бы не мешало бесам изгнать? Ну, то, что кто-то нерадивый молитвенник требует от беса выйти. Какие последствия были? Или там, ну, что вот осторожность, что даже рядом со Христом в святом месте может быть бес, но хотя и хочет уйти и удалиться. Здесь я бы обратил внимание на то, что бесноватый, он слеп и нем. И стал там прозрел, и стал говорить, я бы проанализировал это так, что нам здесь Господь через евангелиста Матфея показывает. Сила бесовская в состоянии контролировать не только нашу душу, но и наше тело, увы. В принципе, это вполне логично, потому что пока человек не умер, потому что что такое наша физическая смерть? Это разлучение души и тела. Пока человек не умер, это все равно связки. Связки нашей души и тела. И поэтому в связке пребывают и уж тем более наша нервная система. Зачастую даже люди путают, и не говорим о средних веках, и даже и сейчас порой люди, ой, надо нам начитку. Говоришь, нет, все-таки не начитку надо, а все-таки таблеточки надо попить полгодика. Да, вот почему такая путаница возникает? Да потому что лукавый, он не останавливается. Ему, конечно, нужна душа человеческая, но он по своей гордости хочет владеть, обладать абсолютно всей природой человека, и душой, и телом. Понятно, на душу дело и так самое, потому что тело все равно уходит. Но как мы помним, апостол Павел говорит, да, что вы храм живущего, у вас Духа Божия. И для нас очень важно, чтобы наше тело работало Богу, а не работало греху. Здесь мы видим такую, что человек не может получить максимальное количество информации, которое люди получают, потому что через зрение человек получает куда больше, чем через осязание, через слух, через обоняние, через вкус. И он не может ничего сказать, потому что тоже, если человек все-таки поступает информацией ему больше через свет, то выходит информация все-таки не через какие-то световые сигналы, а все-таки через звук. Что максимально ограничен человек. Бес пытается порвать связь, связь человека и с ближним, и с Богом. То есть здесь для нас видно, вот Господь нам дает величайшую заповедь, заповедь любви. Возлюби Бога и возлюби ближнего. И Лукауму надо эту заповедь отстранить. Как отстранить человека? Но не дать ему возможность свою любовь к Богу проявить, любовь к ближнему проявить, помолиться, сказать доброе какое-то слово. И не дать увидеть эту любовь. Потому что куда сложнее проявлять любовь к Богу и ближнему, если этого ты не можешь почувствовать. И вот этот несчастный бесноватый человек, он слепый, он не видит красоту мира, не видит близких, которые о него заботятся. И вообще он ограничен в своем познании. И, конечно, ему очень и очень тяжело. Как мы видим, как Господь изгоняет беса, он не творит никаких других действий именно по исцелению. Не сказано, что Господь взял, изгнал беса, а заодно исцелил его от слепоты и от немоты. Хотя мы знаем, что вот даже помним исцеление слепорожного, но там даже так буквально, если Господь плюет на землю, брение, помазывает глаза, говорит, иди умойся. То есть этому евангелисты придают некоторое значение. То есть мы видим, что человек физически не был ограничен. Но бесконтролирующий, чувство человек, может все отключить у него. Для нас это очень важно, потому что бес нас как обманывает? В том числе обманывает людей верующих, говорит, ну да, я душе хочу твоей навредить, но тело будет в пользу, поэтому ты меня послушайся, возьмешь, пожертвуешь немножко душой, для тела пользы приобретешь, а потом помолишься, попастишься, походишь в храм, поисповедуешься, и все у тебя будет из души хорошо. Нет, мы видим, что и телу он вредит. И более того, он вредит телу так, чтобы нам тело не могло душе помочь, чтобы тело вот в своей ограниченности, оно уже было лишено возможности послужить, ну, настоящей опорой для нашей души. Потому что, собственно, учитывая, что тело наше все равно умрет, его главная задача — пронести нашу душу и подготовить, помочь ей подготовиться к жизни вечной. А этого не происходит. Что лукавый, когда овладевает целиком человек, то он ему ничего хорошего не делает. Он заграждает его уста, он заграждает его зрение. Тут все-таки, поскольку иногда очень важно не только прямое, но и символическое толкование, нам кажется, ну, нет, я вот небесноватый, да и, в принципе, говорю, ну, может, шепеля, как отец Тахи, ну, вот, и зрение у меня, в принципе, может, хорошее. Ну, это не про меня. Так нет, тут же все-таки, говорится о том, как человек общается и как воспринимает, что лукавый в нашем сердце может не обязательно полную слепоту на нас наслать, и не обязательно мы будем бесноваты, что там корчится в судорогах, а что бес в нашем сердце поселяет, и рядом есть добро, рядом есть красота, рядом есть радость, а вместо радости у нас уныние, потому что у нас какие-то тяжелые обстоятельства, и мы не видим, что Господь нам дает, чем оно равновешивает. Мы смотрим, и ближний делает какое-то зло, и мы не видим добро, которого он равновешивает, этот же самый ближний, или который с другой стороны нам Господь посылает. Слепота такая, пусть не полная, частичная, на нас нападает. И то же самое и с какой-то вот нашей речью, что, в принципе, мы берем, и раз какое-то зло высказать, осуждение, это пожалуйста. Что-то сказать, наоборот, доброе, заботливое. Но нет, где там нам нужно людям угодить, подольстить, вот это у нас сразу просыпается. А вот где нам надо какое-то приложить усилие, прям как немота падает. Чаще всего это бывает с просьбой о прощении. Тем более просьба о прощении в такой ситуации, где другой человек тоже в чем-то неправ. Когда вот, ну, все-таки ты целиком неправ, ну, как-то ладно, раскаялся, я христианин, пошел попросить прощения. А если другой человек неправ в основном, а ты совсем чуть-чуть, ну, то есть он на 80% неправ, а ты всего лишь на 20%, то прям как немота. Как-то нет, вот он пусть сначала первый попросит прощения, и тогда я попрошу в ответ. Да, может, ему тоже бесовство заградил, но сейчас же речь о тебе, о твоей душе, что с тобой происходит. И если мы смотрим, как Господь, приближаясь, потому что все-таки это стих, он не о бесах, стих он о Христе, о его приближении к нам. Что Господь уже, мы христиане, и Господь к нам приходит. И Господь приходит, касается нашей души, и говорит, дорогой друг, ну, давай, я тебе открою уста, давай, и главное, Господу не препятствовать. Потому что Господь приходит, касается нашей души, и ты приходишь, говоришь, извини, извини, что я тебе на ногу наступил. А другой человек говорит, ну, извини, что я тебя в ответ кувалду ударил. Да, и замечательный мир. Понятно, обидно, что тебя кувалда ударила, и охота, что если уж тебя кувалда ударила, и что вначале человек, который тебе переломал все ребра, чтобы он извинился. Но все-таки, раз у тебя есть какая-то маленькая вина, что тебе мешает в этом попросить? Точно так же Господь приближается к нашей душе и может коснуться нашего зрения, зрения, которое уже увидит доброту, красоту, и так тяжело, и смотришь, ой, Господи, какой красивый закат. Да, может, он, конечно, токсичный из-за выбросов всяких там, но очень хорошо, очень он мне нравится, и на душе легче стало. И поэтому тоже, когда мы призываем Господа и просим Его прийти и нас исцелить, то не нужно Ему препятствовать. Не нужно говорить, ой, нет, и, Господи, приди, но извиняться я не буду ни перед кем. Ты, Господи, приди, но я все равно буду видеть только зло и осуждать. Это будет только нам мешать и препятствовать. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь отверзает наши уста, Господь отверзает наши очи. И если уж нам отверз, то не нужно нам делать так, как будто бес по-прежнему в нас. Потому что, ну, Господь расстроится. Потому что, если вроде ты пришел, поисповедался, причтился, Христос внутри тебя попалил всякий злодей, всякая страсть, как в молитвах говорится, то нужно действовать. Нужно уже по этому евангельскому стиху, потому что, ну, а что, например же бесноватый мог не заговорить. Ну, да, у него появилось зрение, появилась речь, но он там от изумления. Нет, уже есть некоторое свидетельство, что меня коснулся Господь. Поэтому точно так же. И мы, когда приобщившись в Святых Христовых Таин, соединившись со Христом, помолившись Ему, и Господь касается нашей души, не должны этого скрывать. Сразу уже, начиная моглядываться по сторонам, видеть добрые дела, укрепляться ими, радоваться, обращать слова поддержки, ну, не только слова, но и дела к окружающим, чтобы Господь и про нас мог сказать, потому узнает, что вы, мои ученицы, что любовь имеете между собой. И не только имеете любовь между собой, но ее и замечаете, ее проявляете, и никакой бес помешать не в силах.